Добрый день, друзья! Чем отстирать желтые пятна от пота на белых вещах? Такой вопрос неоднократно задавали мне подписчики. Я покажу вам свой способ, а вы делитесь в комментариях своим. Я взяла рубашку мужа. Желтые пятна на ней еще и на воротнике. Сейчас покажу, как быстро я превращаю ее в белоснежную. В небольшой миске я смешиваю 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку соли. Затем я добавляю средство для мытья посуды. Я в последнее время пользуюсь вот таким средством. Написано, что оно экологичное, без парабенов. Не имеет значения, какое средство возьмете вы, но оно должно быть без красителей. Лучше взять без цвета. Обильно распределяю на все пожелтевшие участки. Так как эта рубашка уже не новая, она полностью потеряла свой белоснежный вид. Не знаю, насколько это видно на камере. Чуть позже расскажу, как буду ее отбеливать. Рубашку оставляем на 1 час и приступаем ко второй части. По моему мнению, 1 часа вполне достаточно. Сода и соль обладают прекрасными отбеливающими свойствами. Далее я хорошо промываю рубашку в холодной воде. Затем помещаю рубашку в стиральную машину. Стирать буду при 30 градусах. Добавляю стиральный порошок и 1 столовую ложку соли в отсек для кондиционера. Как я уже говорила, соль способна отлично отбеливать вещи. Я частенько добавляю ее в машинку при стирке белых вещей. Достаю их уже белоснежными. Напишите в комментариях, используете ли вы этот метод. Хотели бы узнать больше про стирку с солью. Результат вы уже видите сами. Пропали желтые пятна, несмотря на то, что они были застарелы. И сама рубашка стала белоснежной. Друзья, мне очень интересно прочитать ваше мнение. Напишите, как отбеливаете вы. И поделитесь мнением, как вам мой способ. Всего доброго, до встречи в новых видео.